Десна ТВ Спортивный досуг в летнем лагере «Созвездие». Баскетбольный марафон «3 на 3». Согласно новому закону, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной суммы этого показателя. Такие изменения коснутся порядка 70% российских семей, где родился первый или второй ребенок. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. 4 августа в деревне Гинино прошел традиционный легкоатлетический кросс «Гандика-Березка». Кто отличился в этом году, смотрите далее в сюжете. В соревновании приняли участие около 70 спортсменов из Десногорска, Смоленска, Рославля и Ельни. Легкоатлетический кросс, организованный комитетом по физической культуре и спорту, собрал любителей здорового образа жизни и профессиональных бегунов. Погода в этот день благоволила спортсменам. Нам повезло с погодой. Обычно «Березка» у нас проходит очень в таких знойных, жарких условиях. Поэтому сегодня нам повезло с погодой. Ну и с самочувствием тоже. Впервые в истории кросс-гандикапа в забеге приняли участие ветераны Десногорска. Они в составе 9 человек преодолели дистанцию в технике скандинавской ходьбы. Остальным же участникам забега предстояло покорить традиционный круговой участок протяженностью в 3 километра. Открывали кросс дети, далее стартовали спортсмены по возрастам с определенным гандикапом. В ходе соревнований юноши и девушки прошли дистанцию в 6,3 километра. Женщины и мужчины в 9,15 километров соответственно. Мольшинство участников во время забега показали свой спортивный азарт, волю к победе и хорошую физическую подготовку. Главное стремиться к своей цели, никогда не отпускать руки и тяжело, ну всем тяжело, главное перебороть себя. Я очень довольна организацией, я довольна тем, что я вообще сюда приехала. И, конечно, эмоции всегда на адреналинии бежишь, особенно когда есть с кем соревноваться. Тем более сильные ребята, очень сильные, которые занимают достойные места, поэтому я не рассчитывала вообще что-то занять сегодня. В нелегком и упорном забеге места распределились следующим образом. В личном зачете среди младших девушек первой стала Ангелина Семченкова, среди старших – Екатерина Бодрова. Среди младших юношей быстрее всех оказался Степан Галицкий, среди старших – Иван Барабанов. Категории женщины первое место у Анастасии Михайловой, у мужчин победителем стал Михаил Витохин. Сильнейшие лёгкоатлеты получили грамоты, медали и ценные призы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Есна-ТВ. В России снижен НДС на фрукты и ягоды до 10%. Соответствующие поправки в налоговый кодекс утвердил президент Владимир Путин. Кроме этого, закон предусматривает увеличение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%. Ранее этот законопроект активно обсуждался в Государственной Думе и был впоследствии принят. В пояснительной записке говорилось, что такое решение обусловлено высоким уровнем зависимости российского рынка от импорта плодово-ягодной продукции. Ожидается, что снижение НДС приведет к ее удешевлению, а также позволит развиваться отечественному садоводческому хозяйству. А увеличение налога на пальмовое масло принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока. Совет ветеранов Смоленской С продолжает передавать свой опыт юному поколению десногорцев. На этот раз дети из летнего лагеря «Созвездие» узнали, что игра «Городки» не так проста, как может показаться. Подробности в сюжете. «Городки» – русско-народная спортивная игра. В ней необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты фигуры из дощечек. С правилами этого непривычного занятия познакомились дети летнего лагеря «Созвездие». Это, в общем-то, старинная русская такая игра. Она спортивная, можно сказать, развивает силу, ловкость, меткость. Несмотря на кажущуюся легкость, здесь и взрослым есть чему поучиться. Для того, чтобы выбить фигуры за пределы разметки, биту нужно бросать определенным способом. На вытянутую руку, рука должна быть вытянута, и ты бросаешь ее, чтобы она вращалась вот так вот, ровно вращалась, не пувыркалась она, как это. В ожидании легкой победы участники команд приступили к броскам. Разбить фигуры, а не же «Городки», состоящие из деревянных цилиндров, оказалось совсем непросто. Множество попыток заставили понервничать как участников, так и зрителей. Первые результаты вместе с радостью победы дали понять юным игрокам. Относиться к игре нужно серьезно. Ну, попасть было тяжело, я сначала волновалась. Первый раз я, конечно, не попала, вот, а со второго попала. Нам показывали, как в нее играть, теперь мы сами бросаем, мы выбиваем, попадаем, не попадаем. Это очень здорово. Совет ветеранов Смоленск АЭС регулярно проводит такие мероприятия с молодежью. Юным десногорцам показывают, что и раньше были интересные и полезные способы разнообразить свой досуг. Ну, мы им подарим в школе эти городки, которые мы сделали, чтобы ребята развивали силу, ловкость, умение. Они постоянно сидели в компьютере и за гаджетами. К концу игры результат был уже не так важен. Спортивное мероприятие постепенно превратилось во всеобщее веселье. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ Нынешние стихийные рынки в Смоленске не только не украшают вид города, но и неудобны как продавцам, так и покупателям. Об этом заявил губернатор области Алексей Островский во время внепланового осмотра торговых рядов на одной из улиц Смоленска. На подобных импровизированных рынках пожилые смоляне стараются продать то, что им удалось вырастить на своих дачных участках. Глава региона не против такой деятельности, но считает необходимым улучшить внешний вид торговых площадок. Алексей Островский поручил ответственному департаменту разработать единый стиль для таких торговых рядов и применить его по всему городу. Результаты должны быть готовы к началу лета следующего года. Областной профсоюз медиков выполнила майский указ президента страны по заработной плате работникам сферы здравоохранения. 2 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошел баскетбольный марафон 3 на 3. В турнире приняли участие юноши и девушки из Десногорска и Рославля. Подробности далее. Каждая спортивная встреча – это результат долгих тренировок и тщательно разработанной стратегии. Свой взрослый настроенную игру показали юные баскетболисты Смоленской области. 2 августа в Десногорске прошел полуфинал ежегодного турнира планета баскетбола «Оранжевый атом». Игра прошла в формате 3 на 3. Несмотря на период отпусков и летних каникул, участие приняли 9 команд. Настрой в игре был спортивным и дружелюбным. Как итог, у юношей не старше 18 лет лучшей стала команда «Десногорск». Второе место у команды из Рославля. Третье место досталось команде «Динамо» из Десногорска. В смешанной категории юношей 2006 года рождения и младше соревновались с девушками. Лучшей стала команда юношей «Энергия». Второе место у девушек «Стефы». Третье место «Атом». Финал чемпионата будет проходить уже в конце августа. Сбербанк и Министерство науки и высшего образования приняли решение о возобновлении программы образовательного кредитования с государственной поддержкой. С 1 августа студенты вузов могут оформить в Сбербанке кредит на образование без залога и поручителей. При этом льготная ставка по кредиту составляет 9%. Для его получения нужно предоставить паспорт, договор с учебным заведением и счет на оплату обучения. Несовершеннолетним студентам потребуется также согласие законных представителей, свидетельство о рождении и паспорта его родителей или опекунов. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения и дополнительно 10 лет. При этом заемщик при желании может погасить кредит досрочно. И о погоде. 6 августа в Десногорске переменная облачность, днем плюс 19, ночью плюс 11. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Программу вел Олег Соловьев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова